Чтобы не остаться без денег, квартиры и не попасть в число обманутых покупателей, в каждом городе и районе Краснодарского края будет создан актуальный реестр самостроев с адресами и фотографиями. Такое поручение сегодня на совещании в Сочи дал первый вице-губернатор Кубани. Список будет опубликован в интернете, он будет постоянно обновляться, с ним смогут ознакомиться все желающие приобрести квадратные метры и не попасться на удочку недобросовестных застройщиков. Также Андрей Алексеенко отметил, что на уровне каждого муниципального образования за две недели должен быть разработан нормативный акт, который утверждает порядок действий в борьбе с самостроями с указанием сроков и исполнителей. Я напомню, что у нас 54 объекта подлежат сносу. Это 99% многоквартирных дома на особом контроле. То есть это объекты, которые мы с вами обязаны довести до логического завершения, а именно сноса. То есть от уровня земли на этих земельных участках в результате нашей работы, я думаю, что это произойдет достаточно оперативно. Ничего не должно быть. Для сноса 54 домов в Сочи привлекают инвесторов. При этом участок под незаконным зданием перейдет той компании, которая будет заниматься сносом. Желающие уже есть. Уже имеем сегодня достаточно немало предложений со всей России. Ну, например, на три объекта, которые входят у нас в список 22, у нас уже есть. Это по эмеритинской низменности уже есть предложения. И сегодня приезжает большая компания строительная из Санкт-Петербурга, которая тоже будет рассматривать вопросы сносов. Сносить дома на улице Белорусской, которые расположены на берегу моря, будут не только силами инвестора, а в случае необходимости и за счет краевого бюджета. Соответствующее письмо с просьбой о выделении средств направлено губернатору. Как мы только начнем сносить, поверьте мне, шквал жалоб сразу образуется. Начнем сносить, мы обмануты, мы приехали, продали последнюю квартиру где-то на севере, решили теплый климат. И это будет у нас заявитель, который дальше будет давать правооценка органам и следствия. 54 самостроя, рассказали на совещании, планируют снести в течение года. Всего же в списке на снос более 500 объектов. Помимо зданий выше трех этажей, это и небольшие гаражи, сараи, навесы и объекты торговли.